всем добра с вами добрый данил и вы знаете я тут сходил к барберу поэтому у меня появилась но чуть чуть более модная прическа но извините борода будет расти и еще несколько выпусков чтобы потом преобразиться ну и пока мы ждем чтобы борода как птица феникс с новым началом преобразилась во что-то интересное давайте перейдем к нашим новостям российская компания инфотекс и центр квантовых технологий мгу представили первый в россии телефон с квантовой защитой связи на его разработку было инвестировано почти 700 миллионов рублей аппарат представляет собой стационарный телефон подключены клиенту квантового распределительного ключей и серверу система генерирует два случайных числа для собеседников с помощью фотонов они обмениваются числами и вырабатывают общий ключ разработчики обещают что доступ к телефонным разговорам никто не сможет получить только вот базовый набор аппаратуры состоящие сервера и двух телефонов стоит почти 30 миллионов рублей ну бред какой-то и серийное производство этих телефонов начинается уже в конце 2019 года пользователь соцсетей заметили что внешне это чудо изобретение уж больно похоже на телефонный аппарат американской компании которая продается на amazon за 13 тысяч рублей разработчики пояснили что кроме внешности у этих телефонов ничего общего больше нету да и внешность не главное главное коммутатор который шифрует разговоры очень странно что для телефона за такие деньги не смогли разработать нормальный корпус а просто взяли да и поставили дешевый американский с шифрованием данных вообще сейчас просто бум лично я считаю что и не делай ничего плохого за чтобы тебе стоило стесняться и чтобы кто-то узнал твою тайну и это разрушила твою жизнь карьеру или что-то еще но если ты все-таки делаешь какие-то вещи действительно переживаешь за шифрование данных что злобный товарищ из фсб или кгб или не знаю массада кажется что а и ха-ха плохо ходить в баню не с тем с кем ты планировал ходить на может и пофиг считает читает все равно всех не перечитать нету столько людей нету столько специалистов относительно чтобы всего населения россии а уж тем более земного шара перечитать все данные но шифрование вещь принципе толковая в телеграме как развернулась примерно система такая же только без фотонов если честно можно в принципе на трактор поставить урановый плуг и вспахивать урановым плугом землю и возможно это будет эффективно и безумно дорого но зачем также не очень понятно мне с этими фотонами и квантами если и так можно сгенерировать ключ криптозащита сами знаете все дела то это же проще по данным ростата 48 процентов российских семей в четвертом квартале 2018 года хватало денег только на еду и одежду товары длительного потребления такие как мебель или смартфоны позволить себе они уже не могут таким семьям чаще всего приходится брать кредиты и расходовать свои сбережения по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доля таких семей чуть сократилась тогда их было 49 и 8 процентов и больше всего семей которым хватает денег лишь на еду и одежду проживает в ямало-ненецком автономном округу по данным ведомства здесь их сто процентов такая цифра очень удивило правительство ямало-ненецкого автономного округа где сразу же предложили что в исследовании явно закрылась какая-то ошибка в расстате обещали разобраться и еще раз проверить информацию о благосостоянии жителей я на у и мы можем с вами сказать блин ну так то у нас же все более-менее хорошо и классно но зачастую мы не видим весь объем россии и уж тем более если взять в основу то что нам следующим поколением достается все от предыдущего поколения квартиры иногда машины сбережения и мы просто зачастую не приобретаем ничего нового и жизнь некоторых людей не то чтобы лишена смысла но она создана для того чтобы реально выживать и от этого становится действительно страшно страшно становится зарплату в пятнадцать тысяч рублей страшно становится за то что среднем по зарплаты 32 тысяч рублей много страха но ростат отчитывается что все идет по плану кстати про план на протяжении этой недели активно обсуждалось колебания рейтинга владимир владимировича путина недавно в целом выпустил результаты опроса согласно которому политику владимиру путину доверяют чуть более 31 процента россиян этот показатель достиг своего исторического минимума при этом почти 66 процентов респондентов заявили что в целом одобряют деятельность президента кремлю такие данные не понравились зачем это сделали непонятно в правительстве попросили социологов разъяснить с чего взялись такие цифры ведь электронный то рейтинг президента растет и всероссийский центр изучения общественного мнения решил изменить методику опроса а заодно и добавить один закрытый вопрос который и повлиял на дальнейшее исследование бывает в результате нового исследования рейтинг доверия путину составил 72 целых три десятых процента все дело в правильной постановке вопроса если раньше социологи задавали открытый вопрос кому из политиков вы доверяете то в новом исследовании решили добавить закрытый вопрос вы доверяете или не доверяете владимиру путину разница получилась существенная как в постановке вопроса выбора то нет так и в результате это точно я с этим не могу не согласиться мне жена социолог но и у социологов есть любимая или ненавистная присказка есть ложь есть грязная ложь а есть статистика вот имеют этой статистикой разные мир его кому какое нужно тому так и измеряю то что в целом путина одобряют люди я верю в то что хотели бы видеть кого-то другого я тоже верю и во всех этих постановках вопроса можно найти действительно большие ответы но к сожалению очень жаль что эти большие данные большие ответы постоянно видоизменяются для нужных цифр вы знаете на что он не коммерческий выходит всегда как бы бесплатно мы не вставляем сюда рекламу но просто хочу с вами поделиться что у нас в ярославле есть супер крутая эти компания малюсенькой частью которой являясь и я ваш покорный слуга и мы разработали классную платформу для оформлений полисов осаго техосмотров каско и вообще в целом страховых продуктов в одном окне с платежом напрямую страховую компанию с возможностью выбрать себе максимально удобный выгодный тариф и самое главное не вставай с дивана вот здесь вот ссылочка здесь у нас qr-код ну и соответственно я тоже в первом комментарии ссылочку оставлю поэтому если вам нужна какая-либо страховка буду очень рад и действительно смогу сам проконсультировать либо проконсультируют мои помощники продолжаем в день города в ярославле на одной из площадок прошел фестиваль красок холи очень популярный у молодежи молодые люди приходили сюда чтобы весело и активно провести время на свежем воздухе пообщаться оторваться от компьютера и мало кто задумывался о посыле этого мероприятия а вот ярославский священник настоятель яковлевско-благовещенского храма на своей страничке в фейсбуке высказался против проведения в ярославле фестиваль красок холи священник попросил мэра города и его заместителей запретить мероприятие так как это навязанный ярославцам религиозный обряд индуистов и кришнаидов посыпание раскрашенным символическим пеплом демонессы холи эта тема вызвала жаркие дискуссии в соцсетях многие согласились со священником и высказали что для молодежи нужно проводить просветительские акции вместо этих непонятных фестивалей есть и те кто не против фестиваля и не видит ничего плохого в его проведении считает его позитивным и веселым тем не менее языческий обряд сжигание чучела на масленицу никого не смущает я сам в сюжете про день города общался с ребятами которые были на этом фестивале и я абсолютно уверен что они даже не подозревают что есть какая-то демонесса и есть какие-то вообще кришнаиды кроме тех которые с барабаном и славят кришну и ходят у нас по кирову чё ж вы их не запретите очень много странных вопросов вообще у нас светское государство и не непонятно соответственно такие суждения ну ладно вы считаете их секты действительно она не признана соответственно в россии вот эти именно кришнаиды индуисты то тут все нормально с ними действительно есть непонятный обряд связан с демонессой и скажем так возможно у него есть какая-то подоплека которая сакральных смыслов несет что-то очень плохое но люди это сейчас по-другому воспринимают это все дело вы спросите социологическое исследование проведите зачем люди туда ходят они же ходят действительно просто отдохнуть и не вкладывают никакой смысл к тому же ленина на бродевичке только в обряде кришнаидов и с полностью лысой головой с барабаном который заставляет всех крутить колесо сансары там тоже не наблюдалось там просто выступают музыкальные группы и даже не инди рока которые не призывают уж тем более вставать и крутить колеса сансары малое или большое а то ли может вообще запрячь алмазную колесницу при это ростов фондолину мне это непонятно друзья зачем вы хайпите или зачем вы пытаетесь кого-то ущемить надо быть добрее если нету никаких политических лозунгов нету никаких действительно нравственных свершений то зачем это дело трогать джейн а как вот считаешь ты вот этот праздник холи он действительно стоит его запретить слушай но я сам не был но я очень много видел фотографий да в принципе люди просто развлекаются то есть вот я из и после этого священника тоже видел читал на самом деле пускай развлекаются молодежь ничего такого там особого нет а ты бы свои детей отпустил на этот праздник если бы они захотели без проблем но тут видишь могут возникать вопросы как это потом влияет на глаза там все дела то с точки зрения там гигиены вот это все вот она по глазам там говорят что это очень органическое все дело и обычная дорожная пыль намного хуже влияет на здоровье можно сходить и дети если хочет но я бы сам не пошел чтобы тебя краски кидали ну такое себе так погнали дальше российская сборная по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира обыграв серии буллитов чехов матч прошел очень напряженно но нашей сборной удалось одержать победу со счетом 32 шайбы забросили михаил григоренко и артем анисимов победительный буллит или ковальчука финал к сожалению пробиться не удалось сборная россии уступила сборной финляндии которая и стала чемпионом мира финны обыграли со счетом 31 канадцев как обычно в комментариях к этому событию найдутся люди которые скажут что за пароль и футбол теперь за пароль и хоккей да действительно мы в хоккее были самыми сильными да и в принципе есть самыми сильными просто с переменным успехом соответственно то занимаем золото то немножечко в троечке но это нормально я конечно понимаю что вы можете привести уссейна болта а либо товарища американского пловца тут на картинке его покажут который почти всегда занимает медали и если уж где-то участвует то прямо вот все медали себе заберет но спорт особенно команды это все-таки дело случая и здесь понятно дело профессиональная подготовка но всегда предсказать невозможно ну и к тому же я переживаю что специально на высшем уровне все это делать а для того чтобы срубить побольше бабок на спортивных событиях и б чтобы интерес к спорту не терялся а то если команда будет забирать все призовые места всегда в течение десятилетий то зачем это смотреть должна быть интрига и эту интригу на мой взгляд в принципе и держат причем очень профессиональные актеры ну и для тех кто все-таки хотел бы чтобы сборная выиграла надо было звать владимир владимировича путина с его беспрекословным рейтингом и космическим количеством забитых шайб вот такие новости у нас прошли в ярославле и в россии пишите свое мнение в комментариях на какого игрока надо было заменой поставить владимир владимировича путина в хоккейном матче не предлагайте вратаря пишите что вы думаете о фестивале холли и действительно ли это секта действительно ли это как-то негативно сказывается на молодежи ну и любые свои пожелания ставьте лайки делитесь этой записью ну а с вами был добрый данил всем добра жень загугли пожалуйста как побриться перед съемкой за пять минут ножом ты но что смазал а то раздражение будет черт ну или кремчик